Девушки отдыхают Тиф Эдишн 2020 года издания, полностью на русском языке. Посмотрим, что ребята сделали. Лично я эту игру не проходил ни одного раза, поэтому для меня будет очень интересно и удивительно пройти эту игру хотя бы на один разок. Ну а мы начинаем наше приключение. Итак, глава первая, прибытие. Погнали! Итак, черная меза. Давайте окунемся, как я говорил ранее, в мир Half-Life. Прибытие у нас идет в вагончике и ресторане, да? Ну, что сказать по графику. Достойно? Достойно. Тем более, все-таки это переиздание, это ремейк 98-го года. Научно-исследовательный комплект. Черная меза. Нью-Мексика. Все-таки будет приятно посмотреть и пройти данную игру. Думаю, что она заслуживает внимания. Немного, конечно, не кажется или так есть. Угол обзора слишком большой. Как-то непривычно. А так все неплохо. Выход из трамвая, только в присутствии сотрудника под контролем охраны. А спрыгнуть с него можно, нет? Хотя мы прыгать-то на него им. Мало ли что. Но в любом случае, нам надо доехать. Так, это что? Какая-то там бумажка лежит. Там газета, наверное, какие-нибудь новости. Сейчас мы, конечно, отправимся. Посмотрим, куда нас доставят. Я, как понимаю, мы прибываем на саму станцию. Черная меза. Тем более, мы же играем за сотрудника доктора Гордона Фримена. Да, 98-го года, когда игра эта вышла, если я правильно помню. Я вообще даже не видел, не слышал, даже ни разу не включал эту игру. И вообще не представляю, про что она, какие там сюжетные отвлетления, какие главные герои присутствуют в этой игре. То есть для меня абсолютно эта игра новая. Хотя она старая, но для меня она новая. Потому что я в нее никогда не играл. И если бы не ремейк, вот этот вот, который вышел, скорее всего, никогда бы даже и не коснулся в этой игры. Далековато что-то мы едем, конечно. Через всю станцию. Но если так быть честнее, то это весь лабораторный комплекс. Зато пока мы едем, посмотрим красоты этой базы. Здесь и ракеты, и ученые, и исследования, и всякие интересные места. Но самое интересное, что мы, правда, одни, конечно. Во второй части, я помню, мы хотя бы приезжали в Сити-17 втроем. Там были два каких-то еще человека, с которыми посетили данное заведение. А потом уже чисто мы начали издеваться над охранниками, когда нам стали предъявлять одно умное средство, как называемое подними-ка банку. Вместо этого я заставил охранника самого ее поднять. Ты смотри, здесь даже лифт есть. Что-то там вот, такое ощущение, что вот там вот, куда я сейчас смотрю, прям как глаз на тебя смотрит. Я, как понимаю, наверное, здесь нам предложат маршрут системы перевозки Black Mesa. Скорее всего, будем сейчас просто минут 8-10 плюс-минус кататься, наверное, по территории Черной Мезы и рассматривать все достопримечательности этой игры. Как говорят у нас, рассматривать графику. Что-то она как-то подлагивает, или мне так кажется. Как-то немного непривычно. Минут только одного непонятно, почему говорят-то не на русском. Я вроде русское все поставил. Вертолет, кстати, похож на Apache 64, между прочим. Ну да. Прям на него копия. Ладно, сейчас прибытие сделаем. Там видно будет. Доедем, наверное, до аномальных материалов, там, таких-нибудь других объектов. Ну да, что-то вот это подфризивание какое-то странное прям. Опа. Наверное, мы приехали. Скорее всего, вот это сейчас будет остановка. Наша сейчас встретится охранник нам. Он тот, наверное, дядька. Что-то у нас так очень обсасывал взглядом. Очень интересно. Скорее всего, он нам что-то сейчас расскажет. Ну, доставка долгая, конечно, до места прибытия. Но в любом случае, технично все красиво сделано. Графика на уровне, конечно. Ну, я не представляю, как это было 25 лет назад. Но, в принципе, это смотреть можно. По крайней мере, поиграть это точно. Так что, давайте отправляться. Сейчас, наверное, налево, да? Или направо? Все правильно, налево. Субъект Гордон Фриман. Мужчина, 27 лет. На данном этапе нам было 27 лет. Интересно. Образование, доктор наук, МИД, теоретическая физика. Самое интересное другое, что на момент 2004 года выхода второй части Half-Life оно было, получается, 35 лет. Плюс-минус, да? Назначение лаборатории аномальных материалов. Ну, это мой, наверное, факультет и моя специальность, да? На что я выучился. Допуск уровня третьего. Максимальный, наверное. Ну, долго, 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 конечно. Кто нас нанял, засекречен. Долго, конечно, мы едем до места, прям. Средний минут, наверное, 10 уйдет на это все. Приоритет ликвидации человечественной ситуации действовать на свое усмотрение. Опа. Это что за интересный такой робот? По крайней мере, во второй части я точно такого не встречал. Секторет, распортировка объектов. Ну, наверное, больше похоже всего на погрузчика на какого-то. Ну что, мы когда-нибудь доедем? А то уже что-то подустали мы. Мягко говоря, бездействовать в игре. Охота уже окунуться. Пообщаться с коллективом, посмотреть перспективы и условия проживания, также содержания на этой базе. А то мы как минимум уже прошли два лифта, плюс еще дофига больше расстояния. Если вы чувствуете, что вы были exposed к радиоактивным или другим материалом, в ходе ваших действий, contact your radiation safety officer immediately. Работа безопасно, работа смертно. Это что происходит? Мне показалось, и там сотрудник ломился так очень яростно в двери, что никто его не пускал. Так. Наверное, все-таки мы прибыли уже, да? Я думаю, это финальный уже аккорд остановки, да? О, сотрудник какой-то идет. Наверное, идет по нашу душу. Сейчас он нам, наверное, скажет. Если сейчас будет английская озвучка, значит, надо будет выйти из игры и запустить ее на русском. Я вроде нажимал на русском, ну, видимо, что-то пошло не так. Хотя, можно это все перепройти, но неохота заниматься этим. Разницы, в принципе, никакой. Тут ничего такого серьезного и интересного пока не произошло. Мы просто едем и едем. Да. Доброе утро, мистер Фриман. Похоже, что вы опаздываете. Ладно, пока что я буду переводчиком. Сейчас мы выйдем отсюда. Здравствуйте, сэр. Что это написано? Охрана? Знаете, бары в последнее время здесь не показываются. Наверное, ему, наконец, прислали счет из бара. Так, сейчас мы дойдем. Зайдем отсюда вот и на этом закончим. Какой серьезный. Прибавьте шагу, Фриман. Вы и так прилично опаздываете. Так, ну что, вот мы попали в какое-то место. Блин, ты отстриг свой хвостик. Предатель. Так. Давайте здесь мы, ребята, остановимся и закончим. Посмотрим, что нас ждет дальше. Пока что глава прибытия пройдена. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Удачи, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok